Сидели в пастырской и думали, вот с какой библейской героиней у вас ассоциируется Евгения? Кто-нибудь вообще знает библейские героини? Правильно, не с какой, она новая библейская героиня. И знаете, я помню, как Евгения пришла. И вот после того, как она пришла, она больше ни разу вообще не уходила. Вот ее главное качество, это верность. Мы с ней вместе были в одной церкви, да, и знаете, в этой церкви там очень серьезные были гонения. Был момент, вот когда с Женей и с Костей полтора года вообще никто в церкви не разговаривал, полтора года. Пастор официально запретил общаться с ними. И знаете, вот хоть раз спроси, пропустили ли они служение или нет? Нет. А здесь какие нежные все, Господи. Не позвонил один раз, все, я из церкви ухожу. Да полтора года с тобой мы не будем разговаривать. Полтора года никто не общался. Официально сверху было, и знаете, ни одного служения. И мы стояли в вере, и я потом в те же самые молотилки попал. Но мы так сильно любили нашего Иисуса, что нам было без разницы, разговаривают с нами люди или не разговаривают. Главное, чтобы Бог с нами разговаривал. Да, и прошло время, и Бог все поставил на свои места. Поэтому, Жень, ты Божий человек. Я точно знаю, что у тебя большая, великая судьба. Мы очень сильно любим тебя, почитаем тебя, как дарт Божий. Она везде. Она и в школе для новообращенных преподает, и на миссионерской школе преподает. И недавно они с мужем в пастырское служение вошли. Что только она не делает. И чистое сердце ведет. Все. Она везде. Понимаете? И никогда не требует к себе особого внимания. Никогда не обижается, что я ей вдруг не звоню, как некоторые. Смотришь, а что ты в церковь не ходишь? А что мне пастыр не звонит? А у меня что, служение звонаря, что ли? У меня в России три с половиной тысячи человек в наших церквях. Я всем должен звонить? Тогда я в служении звонаря. Поэтому будь верным человеком. Будь, учись у таких верных людей. Люби Иисуса так же сильно, как они его любят. И Бог обязательно вознаградит нас. Давайте помолимся за Евгению. Господь, мы благословляем этого человека. Спасибо тебе, что ты однажды привел его в дом Божий. Спасибо тебе, что ты однажды простил ее грехи. Взял за руку и ведешь по этой жизни. Спасибо тебе за милость, которую ты обильно изливаешь ее жизнь и благодать. Спасибо тебе за дары и таланты, которые ты открыл в ней. И что она может служить этими дарами и талантами. Продолжай, Господи, взращивать и поднимать. И пусть этот дар прикоснется ко многим людям. Во имя Иисуса Христа. Пусть этот дар послужит многим людям. И пусть этот дар принесет благословение. До избытка. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, честь и хвала. И все доскажут. Давайте скажем, благословляем. 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 Мы любим тебя, Женечка.